Как Александр уже объяснил, я занимаюсь 3 разных брендов в группе TextDecos. Как ты говоришь, мы очень большая группа. Мы пытаемся быть так эффективными, как можно. И, чтобы вам показать идею, как мы работаем, как Александр объяснил, есть одна часть, которая называется КазАМАЗ. И другая часть, которая называется КазАДЕКО и TextDecos. Есть КазАМАЗ, КазАМАЗ, КазАДЕКО и КазАДЕКО. КазАДЕКО и КазАДЕКО, которые начинались с обоев и тканей. КазЕЛЬО – это все-таки обои тканей. КазЕЛЬО – это все-таки обои тканей. И TextDecos is having a really special positioning. On one way we have the decoration range, where we will see one collection today. TextDecor очень необычный бренд, у него есть и декоративная часть, которую мы сегодня обсудим. И техническая коллекция, так мы ее называем, это то, что направлено в основном на контрактный бизнес. Хотя не всегда, многие наши клиенты, мы уже имеем несколько проектов, достаточно крупных, частных интерьеров, где использовались эти продукты, в частности, акустические обои, которые мало кто о них знает, но это очень удобный и интересный продукт. So today we are going to see together the newest Casadeco collection. We have here 3 new wallpaper collection and 3 fabrics collection. Начнем мы презентацию с бренда Casadeco и начнем с 3 самых свежих, самых последних осенних коллекций обоев и осенних коллекций тканей Casadeco. It is as new as you can imagine had to bring it with me on the plane. Они настолько свежие, что даже еще мы не получили регулярную посудку с этими новыми каталогами и Агустинок прям прилетел на днях с моим сценарием. That is why, just to clarify things, for few of the collection we have coordinated fabrics, but I don't have the book with me. So we have to work through the wallpaper catalogs. Вы должны знать важную деталь касательно бренда Casadeco. И тем, кто с ним уже работал, я думаю, с ним он уже знаком. В самом каталоге обоев содержатся образцы тканей, которые являются полной копией дизайна на обоях. Это полный компаньон, 100% компаньон. Ткани, принтованные, принт на обоях, принт на ткани. Отдельно существует каталоги этих принтов. Сегодня, Агустинок, у вас в самолеты не влезли, в чемодан не влезли. Мы их обсуждать не будем, но мы их увидим отдельно. Но мы их увидим с вами в каталоге обоев. Anywhere within one or two weeks, you will be able to show all the collection. У нашего продукт-менеджера, отвечающего за бренда Casadeco, и наших региональных менеджеров, появятся уже через две недели все эти каталоги, и так же, например, в шоу-руме, и вы сможете по ним активно работать. И инспеки обретать для своих слов. Букты на дорогу, но, как вы знаете, из Франции в Россию, это довольно далеко. Далеко, да? В общем, понятно. Anyway, мы начнем с одной коллекцией, которая называется Шанти. Вы, наверное, все знают это слово. Это, наверное, из-за Крым. Крым Шантии. Крым Шантии? Да, я бы прочитал. Шантили. Ну, это Шантиль. Возможно, это слово вам как-то знакомо, французское. Например, есть Крем Шантии. Кстати, по-моему, у нас есть магазин, как называется, да? Ресторан. Ресторан, да. Но, это не только так. Шантии был одним из известных кеселев в Франции. Из 17 веке. Вообще, откуда происходит данное слово? Это не только Крым. Слово происходит от названия замка во Франции. Очень известный замок во Францию. Построили в 17 веке. So, why did we choose this name of collection? Because we are in this collection, really, on the traditional way to make French court paper weekly to a legion. Так каталог был назван, потому что в нем собраны традиционный, типично традиционный французский дизайн. Который даже закрепился именно во французском звучании. В дизайне Chouin de Jury, да? То, что мы называем Jury, да? Вот этот одноцветный монокромный клин с постаральными темами. Что я показываю вам в видео, это тенденции панели. Наши дизайнеры работают с темами, чтобы создать коллекцию. Таким образом, это начало коллекции. То есть, чтобы собрать фотографии, информацию, из магазина, из ТВ-шоу, и так далее. Чтобы просто открыть тенденцию этой коллекции. То, что вы видите сейчас на слайде, это не сами обои. Это дизайн-борд, который был создан перед тем, как была создана коллекция. Это некоторые ассоциации, которые были у дизайнеров, когда они создавали данную коллекцию. Были сделаны вывески, различные образцы тканей, обоев, фотографии, репродукции. Которые вдохновляли своим образом в дизайнерах на создание коллекции Shanti. И мы также имеем в виду, чтобы создать коллекцию, для того, чтобы создать коллекцию, из нашего дизайнера. Мы говорим здесь, это в французском, но я буду говорить. Это что-то интерпор, что можно оставить в текущем, традиционный, с кутистой сцен, с саутистой сцен, и также, что мы называем «ши-весли», что это французский, так же при создании коллекции используются некие ключевые слова, то, что создаёт имидж, образ коллекции. И всегда, вот при создании дизайн-борда, они фигурируют здесь, этими ключевыми словами являются вечность, традиционность. Шри Нозери – это тот стиль, типично французский стиль, который появился два лета назад во Франции, который был вдохновлён азиатскими мотивами, но всё это было сделано французскими мастерами, вдохновлёнными азиатскими и китайскими в основном мотивами в декоре. Так же это постаральные, природные сцены и морские. И, как я уже говорил, то, что основные 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 в этой коллекции были 12 дежуи, и также традиционные виды в французском в французском. Так что мы уже определили. В конце концов, для того, чтобы показать вам об этом, я показываю несколько фотографий, показывая в одной точке и в другой фабрике Моё личное мнение, что бренда Казадека достаточно современный имидж. То есть, её воспринимают как современную коллекцию. Однако, эта коллекция, ну, в общем, была выдержана абсолютно в традиционных мотивах, традиционных дизайнах, и здесь, с одной стороны, это туалет дежуи, с другой стороны, это типичные французские обои, традиционные обои. Сейчас мы их посмотрим с вами. Вот есть вот фотографии инжи из этого каталога. Так как обои традиционные, их задача была быть максимально экологичными, так как коллекция традиционные, то они были сделаны на экологическом сырье в виде не тканных обоев, не тканной основе, и если то ткань, то ткань в основном сто процентов проб. Мы сейчас пустим каталог по рукам, я думаю, будет познавашено вам это показывать. Может быть мы можем включить на экологическом, да? Да, 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 еще на крючках включаются здесь. А, давайте дамы мы покажем, немножко коррекцию, а потом уже, после презентации сможете сами Покажем, а потом вы, после презентации, сможете сами уже полистать, попробуйте. Все видно? Все видно? Хорошо? Так, в этой коррекции мы имеем орбитные, но также параметры. Таким образом, мы собираемся с другой презентацией. Очень важные нюансы. Сейчас в Казадека вы увидите массу примеров этого подхода, когда не только компания предлагает обои, но еще крупно-рапортные панели. Которые уже, ну, совершенно преобразуют комнату, например, здесь, когда они сделаны в традиционном дизайне. Очень крупный набор. And then, of course, we go directly from the wallpaper part. So, as you will see, it's full of very traditional scene. Here we have a country side scene, which is the first name of the collection. Здесь же есть постарали, не знаю, постарали, целуются? Да, постарали, постарали. Ну, вот, животные по парам, да? Вмешины ведут ослов, с женщинами на закладе. And, as I mentioned to you earlier, we always have the coordinate working group with the fabrics. И, как видите, очень удобно, всегда есть принт на ткани, который полностью совпадает с... Что он свойственно для традиционного интерьера, да? Это типичное использование обоев и точно такого же типа ткани, с тем же рисунком, в том же тоне. Я не знал. Да. Только вот этих принтов, которые... мы говорили о маратинских северах, которые мы можем увидеть здесь. Давайте же мы не можем прийти к примеру. В факт, чтобы возвращаться к историю, Туа-де-Жуи было способом путешествовать для людей до того, до того, что не было путешествовать. Это способ путешествовать в Туа-де-Жуи. Ну, Франция всегда, как вы знаете, была великой империей, и это была крупная морская держава, и по-прежнему остается ей. Но несколько сотен лет назад, когда жизнь, ну, в общем, это был расцвет классического дизайна жуи, то вот такие морские темы, тема путешествий вообще была крайне популярна. Да. Особенно для тех граждан, которые не могли путешествовать по темным соображениям или хотели провести видишь путешественников, людей, любящих путешествовать. вот такими дизайнами, в частности, не только, ну, тут тоже морской дизайн, а различными шарами, скалами, тропическими островами, все это очень традиционный паттерн, не обыгранный никак, это вполне тема еще двух лет назад. мы работали с этой коллекцией, адресовали ее двум типам клиентов. С одной стороны, тем, кто хочет настоящий традиционный паттерн, интерьер, вполне по доступной цене, это важно, важнейшее преимущество данной коллекции. А с другой стороны, тем клиентам, которые хотели бы использовать ладжи, но хотят интерьер свой сделать не каким-то стандартным, традиционным, тяжелым, классическим, а поиграться с этим, сделать какой-то стиль стилистики фьюжн или нет, классический интерьер. Поэтому, здесь вы не найдете, может быть иногда типичные, для классического дизайна очень насыщенные цвета, да? Очень строгие цвета. На самом деле, это классические французские цвета. Не английские, да? Нет, это не английские, это вот именно французские. А, да, это типичный французский, это не английский. Да, 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 да. Все слышим? Мы с августом понимаем. Кстати, многих дизайнеров восьми цветах у нас здесь есть семь дизайнов и, по-моему, восемь цветов. Но не все дизайны идут на все цветы. Но, в принципе, в времени, да, семь дизайнов и восемь цветов. Представляете, что ты понимаешь? Человек все точно. Конечно, я понимаю, но иногда я предлагаю говорить в английском потому что это легче ответить правое. Итак, вы запомнили, да, семь дизайнов в восьми цветах не все дизайны есть во всех цветах. Ну, тогда я думаю, да, 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 да и да, 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 а В отличие от традиционных тканей, которые всегда мета сорок максимум, здесь вы надёте много бринтов на хлопке с шириной два восемь виска. Итак, следующая коллекция. Следующая коллекция назовите «Экинохс». Экинохс, здесь есть коллекция, где инспирation. Вы знаете, мы с помощью «Экинохс» и «Экинохс» и «Экинохс». Мы с помощью «Экинохс» и «Экинохс» и «Экинохс» и «Экинохс» и «Экинохс». И это очень интересно. Вы должны понимать, что «Экинохс» всегда мы сочетаем в каждом нашей новой коллекции. Коллекция обновляется два раза в год или три раза в год. Общим числом до двенадцати каталогов, как мы сегодня вам показали, и каждый раз вы можете найти и что-то традиционно классическое, достаточно в лёгком стиле, и вот что-то хорошее. Ультра-современное. Итак, идея этой коллекции, как вы можете видеть, это очень современный дизайн, с какой-то 3D эффектом, и какие-то хорошее эффекты. Итак, идея, это действительно работать на флотворке, но для того, чтобы дать эффект, визуальный эффект. Как вы видите, здесь основная игра с современным стилем, сплошная геометрия, и самое главное, мы хотели сделать из очень тоненьких-тоненьких обоев, что-то объёмное, с эффектом рельефа, и это, по-моему, очень здорово получилось. Понимаете, здесь будет много блестящих элементов. Итак, как я уже, более-менее, объясняю вам, идея этой коллекции, для того, чтобы быть современным, современным, геометрическим, и любовь-спиритом. Что я называю любовь-спиритом, и мы видим это в фотографии, например, когда вы видите эти подобные тенденции, вы понимаете, что мы были из-за того, что мы называем любовь. Как всегда, есть ключевые слова, например, одно из ключевых слов в этой коллекции это лофт, да, дизайн-помещение с огромным пространством, высоченными потолками, минимально наполненными предметами декора и мебели, где принципиально важна фактура поверхности, да, там, в лофтах часто это либо кирпич, бетон, цемент, или здесь мы играли с какими-то ультрасовременными фактурами. So, here is a few pictures of the different design, которые остаются в виде инфектора, да, а не обои-то сами плоские и гладенькие, хотя у компании Tech Geekop есть и негладенькие обои-то. So, we have here six different designs, everybody can see it. So, I was talking about, you know, shiny effect and 3D effect, as you can see this bar, or these liters per 3D effect. Brate, it pretty month, it makes you a half an eye dolore texture, strength inGER, that it should be water, you can see completely, right? Очень важный вопрос, хороший вопрос. Эта коллекция также фрезерин, нитканное молокно. И мы все больше и больше представляем коллекции именно в этой стилистике. Почему? Не в этой стилистике, а вот с этим типом материала. Потому что это требование рынка. Это материал более экологичный, 100% более износостойкий, более простой в монтаже и демонтаже, что тоже немаловатно. И неплохо скрывая обезьяну стену. А еще и на настройке шикарные вещи. Разумеется, всегда фрезериновые обои, мы понимаем с вами, дороже, чем бумажные. Просто потому что сам фрезерин, как материал, стоит чуть ли не в 2 раза дороже, чем бумага. Это важно понимать и важно обнестять клиенту. Но с точки зрения потребительских свойств, это принципиально другого уровня качества товаров. Хотя для пленных интерьеров все равно бумага незаменима. И какие-то, например, классические интерьеры с классическим принтом бумаги, ультраклассические интерьеры, разумеется, будут на бумаге. И да, мы используем дуплекс качества для детской коллекции. Но это вопрос о том, чтобы держать цену на уровне качества. Причем дуплекс качества. Субтитры сделал DimaTorzok